МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения ваша информационная программа Республика. С главными событиями понедельника и минувших выходных вас познакомят наши корреспонденты. Я Ольга Панова. Смотрите сегодня. Детский досуг. Подготовку лагерей к летнему оздоровительному сезону обсудили на еженедельной планерке. В интересах горожан депутаты городского собрания обсудили перспективы развития Чебоксарского троллейбусного управления. Будьте бдительны. МВД Чувашей предупреждает владельцев банковских карт. Глава Чувашей Михаил Игнатьев обсудил с руководителями муниципалитетов вопросы проведения посевной кампании, введения в оборот неиспользуемых земель и проблемы государственного жилищного надзора. Совещание прошло в режиме видеоконференции. По данным Минсельхоза, на субботу утро посеяно около 170 тысяч гектаров яровых зерновых и зернобобовых культур или более 75% от плана сева. 4 тысячи гектаров занимает картофель, 539 гектаров овощи, 15 тысяч гектаров кормовые культуры. Министр сельского хозяйства Сергей Артамонов отметил, по состоянию на 13 мая объем господдержки составляет 2 миллиона 300 тысяч с лишним рублей. Экономические рычаги, экономические инструменты должны работать для того, чтобы стимулировать самих сельхозтоваропроизводителей. А мы должны, соответственно, создавать комфортную среду, благоприятную среду, информировать их для того, чтобы они сами оценили еще раз для себя, в чем они будут зарабатывать. Глава Чувашии напомнила о необходимости более активного использования земель сельхозназначения. В текущем году планируется ввести в оборот 22,5 тысячи гектаров неиспользуемых участков. По данным администрации муниципальных районов, значительную площадь планируется ввести в оборот в Бресенском, Алатарском и Маргаушском районах. Обсудили и вопросы государственного контроля в сфере ЖКХ. В республике расположено 10 с лишним тысяч многоквартирных домов общей площадью более 16 миллионов квадратных метров. В 2015 году в адрес инспекции поступило более 5300 обращений граждан на предмет проведения контрольных мероприятий по пресечению допускаемых управляющими организациями ТСЖ, ЖСК и ресурсно-обжающими организациями требования правил эксплуатации жилищного фонда, предоставления коммунальных услуг, начисления платы за жилищно-коммунальные услуги. В рамках осуществления Государственного жилищного надзора проведено 799 проверок, выявлено 621 нарушение правил иннорно-технической эксплуатации жилищного фонда, правил пользования жилыми помещениями, некачественного предоставления коммунальных услуг. Среди проблем рост задолженности управляющих компаний перед ресурсоснабжающими организациями, присвоение, растраты денежных средств, собираемых с населения, их нецелевое использование. Михаил Игнатьев подчеркнул, должна быть выстроена единая системная работа муниципалитетов и госжилой инспекции Чуваши. Еще раз вернулись к проблеме пожаров. Только в этом году они унесли жизни 44 человек. Совсем недавно в огне погибла целая семья с четырьмя маленькими детьми. Говоря о пожарной безопасности, Михаил Игнатьев отметил, общественность должна активно включиться в борьбу с огнем. В деревнях и селах необходимо организовать патрулирование жителей в ночное время. В правительстве Чуваши кадровые изменения. Светлана Янилина указом главы республики назначена заместителем председателя Кабинета министров. Сохранив при этом и пост министра финансов Чуваши. Напомним, на прошлой неделе вице-премьерами стали министр экономического развития промышленности и торговли Владимир Аврелькин и министр строительства, архитектуры и ЖКХ Олег Марков. Загородные лагеря вовсю готовятся к летнему сезону. Перед оздоровительной кампанией необходимо решить все проблемные вопросы. Такую задачу перед членами правительства сегодня поставил глава республики. Обо всем подробнее Дмитрий Ковалев. Накануне оздоровительной кампании лагеря проходят тотальную проверку. Безопасность детского отдыха в республике должна быть обеспечена на высоте. Нарушения необходимо устранить в ближайшие дни. Мы начали плановые проверки по всем загородным лагерям с лабораторными исследованиями. Две пробы воды не соответствовали. Это в пришкольных лагерях в одном Аликовском районе и в одной школе Алатырского района. Но здесь время еще есть, проводятся работы по промывке сетей и повторно будут проведены исследования. Также проверили пробы почвы и воды из бассейнов. Все соответствует. Более высокие требования предъявляют экважатам. Всех кандидатов на эту работу будут проверять сотрудники МВД. Полицейские республики готовы и сами провести мастер-классы для ребят. Хотел бы предложить и составить совместный план по военно-патриотическому воспитанию молодежи. Это у нас СОБР, ОМОН, мы можем оружие показать. Вот это должно быть планово в этот момент. Я думаю, что только на пользу будет. Во время оздоровительной кампании этого года некоторые лагеря ставку сделают и на образовательный туризм. На экскурсии ребята будут выезжать и в другие регионы. Три-четыре маршрута муниципальные будут. Основания пешие. Ну, к примеру, просто приведу, значит, младшие школьники пойдут по своей местности, по району. И, соответственно, по пути будут устраивать родники, знакомиться с достопримечательностью, музеями, которые имеются в округе. А 20 туристических маршрутов – это автобусные маршруты. Значит, они будут курсировать по территории, допустим, «АллатРа» приедет в Чебоксары, посмотрит все музеи. Всего же этим летом в республике будет открыто 22 загородных и более 400 пришкольных лагерей. В текущем году планируется охватить отдыхом и выздоровлением детей. Это 64% от всех детей от 6 до 18 лет. Это 99 тысяч. Особое внимание будет уделено детям, находящихся в трудной жизненной ситуации. В текущем году планируется направить на отдых 48 тысяч 563 несовершеннолетних граждан данной категории. За две недели до старта первой смены в республике реализовано более 90% путевок. Михаил Игнатьев отметил, что за работой лагерей необходимо наладить контроль. Главное, чтобы дети были заняты делом. Чтобы дети занимались там и полезным трудом, и красоту наводили, и играли, и занимались спортом. Мы тратим бюджетные деньги. Раз мы тратим, должна быть обратная эффективность со стороны всех тех, кто там зарплату получает. У лесоводов республики начинается жаркая пора. Необходимо ускорить работы по восстановлению сгоревших лесных массивов. Посадочного материала хватает. Только в этом году в питомниках намерены вырастить более 5 миллионов молодых саженцев. В текущем году восстановлено леса на горельниках произведено на площадь 220 гектаров. После пожаров 2010 года убраны расчищены 6800 гектаров горельников или 68%. Из них восстановлено леса на площади 3052 гектара, что составляет 45%. Члены правительства обсудили и подготовку к Чебоксарскому международному кинофестивалю. В его рамках выберут лучшие игровые фильмы и картины малых народов. По традиции победителям вручат статуэтки «Ане». В Чебоксары приедут известные режиссеры и актеры. Дата открытия фестиваля уже назначена. Старт кинофоруму дадут 23 мая. Дмитрий Ковалев и Олег Якимов. Республика. 22 мая по всей стране пройдет единый день предварительного голосования перед выборами в Государственную Думу, в Чувашию и еще и в Государственный Совет. В понедельник на пресс-конференции «Единоросс» рассказали, как будет организовано предварительное голосование. В Чувашии есть опыт проведения предварительного голосования. В прошлом году такая процедура состоялась перед выборами в Чебоксарское городское собрание депутатов. В этом году планируется, что на каждом открытом счетном участке избиратели смогут не только проголосовать, но и принять участие в празднике. Мы постараемся, чтобы было на каждом счетном участке праздник, провести здесь культурные мероприятия, спортивные мероприятия. Ну и, конечно же, будет организован буфет. И я думаю, что каждый, кто придет на счетные участки, а их всего у нас в городе 39, получит приятные, можно сказать, сюрпризы. Но это пригласительные билеты на посещение наших парков, бесплатные пригласительные билеты на посещение музеев города. Ну и билеты пригласительные всем тем, кто придет, посещение ледового катка. В этом году обязательно все участники предварительного голосования должны были принять участие в дебатах. Дискутировали на самые разные темы. Образование, здравоохранение, экономика и промышленность, предпринимательство, сельское хозяйство, борьба с коррупцией, развитие городской среды, качество жизни. Кроме того, потенциальные кандидаты встречались с избирателями. Сами кандидаты вынуждены проходить двойное горнило. Тем самым становятся более конкурентоспособными на внешней орбите, среди всех политических сил. Потому что, по сути, в первую очередь ты должен пройти дебаты. Ты не имеешь права выставить вместо себя кого-то другого. Ты должен пройти предварительное голосование. Ты должен обязательно встретиться с жителями. И второе – это сами выборы. Пройти уже весь вот этот предвыборный процесс, который уже объявляется официально в ближайшее время в стране. Проголосовать можно будет за несколько человек. Те, кто из бюллетеня, можно поставить более одной отметки. В положении особо подчеркнуто, что процедура предварительного голосования рейтинговая. В Чувашии 22 мая будут работать 236 пунктов голосования. Их адреса можно найти на сайте регионального отделения партии «Единая Россия». Также узнать свой участок для голосования можно, позвонив по телефону 23 30 30. Он будет работать с 18 по 22 мая с 9 утра до 5 вечера. Кроме того, волонтеры дойдут до каждой квартиры, чтобы рассказать о том, где можно проголосовать. Всего на участке будет выдано три бюллетеня. Первый бюллетень предусматривает голосование по списку в Государственную Думу. Второй по одномандатникам, также Государственная Дума. И третий бюллетень несет в себе кандидатов в Государственный совет Чувашской Республики. Приходите, выбирайте. Важен каждый голос. Итоги предварительного голосования «Единая Россия» подведут 24 мая. Татьяна Молкова, Игорь Зверев, Республика. Перспективы развития троллейбусного управления. Очередная тема выездного совещания комиссии Чебоксарского городского собрания депутатов. В повестке дня немало вопросов, в их числе и обновление подвижного состава, поиск средств на ремонт. Добраться до троллейбусного управления народные избранники решили не на служебных автомобилях, а на общественном транспорте. И горожанам ближе, и проблемы очевиднее. Дневное время не пикало, однако пообщаться с чебоксарцами депутатам все же удалось. В первую очередь их интересовало, сколько времени приходится ждать транспорт, насколько комфортно в нем ездить и адекватны ли тарифы на проезд с точки зрения пассажиров. Когда ты спешишь, предпочитаем маршрут на этап сети. Быстрее ездят, да? Быстрее ездят, да. А так троллейбус удобнее для вас, или как? Проездной берем. То есть здесь финансовый вопрос тоже имеет значение? Имеет значение, конечно. Поговорили и с сотрудниками, работающими на маршруте. Устраивает абсолютно ничего, не устраивает. График работы, зарплата. Сколько вы получаете в среднем месяце? В среднем месяце у нас 10 тысяч. На руки? На руки. Получив ответы из первых уст, депутаты направились на само предприятие. В Центральной диспетчерской контролируют движение на всех маршрутах, в том числе и с помощью системы ГОЛОНАСС. Сейчас программа работает в тестовом режиме, полностью запустят в сентябре. Каждый троллейбус отражается, где, в какой точке на данный момент времени он находится. И далее, если вдруг есть какие-то задержки или отклотнения от графика движения, уже принимаются оперативные меры. Ежедневно на улице Чебоксар выезжают 206 троллейбусов, которые курсируют по 18 основным маршрутам. Одна из основных проблем – изношенность подвижного состава. Обновляли парк два года назад. За счет средств городского бюджета приобрели две единицы техники. Своих средств хватает только на замену запчастей и ремонт салонов. Для нормальной работы предприятия необходимо ежегодно выпускать на линии около 20 новых троллейбусов. В среднем управление перевозит около 180 тысяч пассажиров в день. За последние годы доля предприятия на рынке транспортных услуг снизилась. Высокую конкуренцию составляют частные перевозчики. Чтобы уменьшить собственные расходы, компания оптимизировала троллейбусную сеть. Сегодня надо просто рассматривать вопрос более емкого пассажирского транспорта. Большое вместимость. Очень подробно и транспортные отделы, и город сегодня занимается этим вопросом. Вот оптимизацию конкретных машин на конкретных маршрутах с учетом приоритета троллейбуса. Основная статья расходов – страховые взносы и энергоресурсы. Уже несколько лет предприятие работает в убыток. В качестве действенной, но не популярной меры руководство троллейбусного управления предлагает повысить тарифы на перевозки. Ну, столь непростой ситуации мы сразу с насколку не можем сейчас сказать решение. Но мы будем, конечно же, это обсуждать на следующей нашей комиссии. Думаю, что, конечно, на такой прям серьезный шаг, на такое резкое увеличение мы не пойдем. Ну и не мы вообще увеличиваем. Это кабинет министров только у нас в Чувашской республике может принять данное решение. Вот. Возможно, мы выйдем с таким предложением. С ситуацией в троллейбусном управлении знакомы на самом высоком уровне. Министр транспорта России Максим Соколов, побывав в Чебоксарах в конце апреля, предложил руководству заключать контракты с лизинговыми компаниями. Это один из вариантов решения проблем, благодаря которому крайние меры могут не понадобиться. Татьяна Леонтьева, Игорь Зверев, Республика. Завтра в эфире национального телевидения Чуваши очередной выпуск программы «Комфортный город». Речь пойдет о перспективах развития юго-западного жилого массива Чебоксар. Появится ли дорога от окраина Чапаевского поселка до деревни Яуши? Сколько красивых современных скверов планируется открыть в микрорайоне в ближайшее время? Об этом и многом другом вы узнаете 17 мая в 20.30. Современный преступник старается не отставать от прогресса, придумывая все новые способы завладения чужой собственностью. С использованием современных технических средств. В последнее время в республике участились случаи мошенничества, поэтому всем нам стоит прислушаться к советам сотрудников правоохранительных органов. Среди разновидностей мошенничества лидирует так называемое социальное, когда преступники представляются сотрудниками различных служб и, отвлекая внимание, совершают кражу денег и имущества. Сравнительно новым для Чуваши явлением стала уличная торговля поддельными золотыми изделиями и антиквариатом. На улицах ходят доверительные отношения, демонстрируют золотые изделия. Купите, пожалуйста, золотые изделия. Недорого. И также есть еще старинные монеты. Вот есть такие же у нас 4 факта зарегистрированы. То есть старинные монеты, 18-19 веков, Екатерина 2, массивные. Но они кустарным способом изготовлены, они не представляют исторически какой-то либо ценности. Довольно часто в Чувашии мошенники стали использовать в своих преступных схемах социальные сети и сайты объявлений. В основном это торговля с предоплатой. Ну, злоумышленники звонят, предлагают внести предоплату разнообразную, за корову, за курицу, все что угодно. Соответственно, банковские реквизиты злоумышленникам сообщаются. И в последующем, значит, злоумышленники, используя действующие ресурсы того же, к примеру, Сбербанка, проводят операции по дальнейшему, скажем так, входу в личный кабинет граждан и снятию денег в банковский кадр. Вот несколько советов профессионалов, как избежать подобных ситуаций и не стать жертвой мошенников. Убеждайтесь в достоверности информации, полученной по телефону от неизвестных, представившихся сотрудниками правоохранительных органов, радиостанций, операторами сотовой связи, родственниками, знакомыми и прочими лицами. Перезванивайте возможным работодателям, родственникам и знакомым. Не торопитесь предпринимать действия по инструкциям неизвестных людей, полученным по телефону, СМС и ММС, якобы от сотрудников банка. В особенности, если они требуют произвести манипуляции с банковской картой. Не называйте незнакомым реквизиты, паспорта и другие личные данные. Не отправляйте пустые СМС, либо с набором цифр, которые вам продиктовали. Прежде чем совершать требуемые действия, перезвоните на номер, указанный на обратной стороне пластиковой карточки. Помните, что сотрудники банка никогда не требуют от клиентов назвать пин-код. Если вам предлагают золотые изделия, бытовую технику, любую дорогую вещь по низкой цене, воспользуйтесь советом знакомых, компетентных в данном вопросе. Если же вы все же стали жертвой мошеннических действий или заметили подозрительных лиц, звоните по телефону 02 или 112. Родион Архипов, Игорь Зверев, Республика. Сразу после нашей программы смотрите интервью по существу. Гость студии и депутат Государственной Думы Алена Аршинова расскажет о новой инициативе создания дошкольных групп при вузах для студенток с маленькими детьми. Таким был этот понедельник глазами корреспондентов программы Республика. Я Ольга Панова с вами прощаюсь и до встречи в эфире национального телевидения Чувашии. Редактор субтитров А.Семкин